у нас есть звонок у нас есть звонок давайте ответим здравствуйте да добрый вечер добрый вечер как вас дела отлично как вас зовут меня зовут алмаз у нас вы писали в чате да очень приятно да 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 и меня в общем у меня такой некий страх сейчас я вам расскажу примеры вы поймете наверх во время карантина как-то в автовокзале меня задержали полиция но из-за маски и во время этого у меня как-то ноги подкашиваются дыхание сбивается в общем я не знаю даже чего говорить вроде и и в мыслях есть что-то когда начинаешь что-то говорить начинаешь слова заглатывать и вот это чувство даже после этого не отпускает и все время гложет поэтому я все время мысленно прокручиваю эту ситуацию на и все время думаю надо было так сказать надо было так сделать и вот эта мысль дня три-четыре постоянно съедает изнутри хорошо алмаз во первых это не совсем коучинговый запрос но тем не менее постараюсь вам сейчас помочь вы сейчас сказали что вы три дня прокручивать эту ситуацию думаете надо было вот так сказать а что если вы это делать не будете это на автомате получается я не знаю на автомате вас что каждый день задерживают или как часто там задерживают вас по поводу маски или это начинается происходить уже когда просто видите полицию или что-то в этом вроде не только надеть полицию это наверное более статусных людей чем я я даже не знаю как это объяснить если вот допустим какое-то начальство даже не то что полиция допустим какое-то начальство или не на какие-то выше по статусу людей и вот такое у меня случается хорошо и если я правильно понял это началось после того как вы вас там задержали за маски метод тысяч без а еще идет туда хорошо тогда давайте вот попробуем вот что мы проделать с вами когда вы видите более статусного человека можете сейчас представить кого нибудь более статусного с закрытыми глазами конечно а кто это ну пусть будет начали отлично начальник и вот если вы с закрытыми глазами представите этого статусного человека где он вам представляется на своем внутреннем экране на работе хорошо если вы закроете глаза у вас есть такой вот внутренний экран он такой большой да вот начальник он справа слева сверху снизу близко далеко от вас посередине с расстояния вытянутой руки так посередине расстояние вытянутой руки он большой маленький чуть больше меня больше меньше больше вас если я правильно понял то вы когда на него глядите ваши глаза немножко вверх приподнята да есть такое то есть он на вас смотрит свысока а вы на него как бы снизу да да хорошо на расстоянии вытянут руки отлично а давайте теперь представим такого человека может быть ваш друг приятель или просто человек которого вы не опасаетесь которому вы доверяете такой у вас есть такой человек в жизни много коллега коллега вот вы сейчас попробуйте его представить и он вам где представляется на вашем внутреннем экране ну раз коллега тоже на работе хорошо на работе вот вы с закрытыми глазами представляете коллегу на работе и он где справа слева сверху снизу расстояние от вас слева а на каком расстоянии от вас коллега чуть подальше метра два метра два от вас и лево а он большой маленький ну по росту как я по росту такой же как вы то есть если я правильно понимаю то на друга на вашего вы смотрите на уровне глаз то есть одинаково да и общаясь с другом у вас все хорошо коллегам поработать на веселом коне отлично хорошо вот что мы сейчас будем с вами делать ну давайте попробуем сейчас представить начальника добриться он где-то в метре от вас и он такой больше вас вы смотрите на него снизу да 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 давайте сейчас переместим на внутреннем экране начальника в то место где обычно вы представляете друга то есть он будет левее от вас и где-то метра на два от вас на расстоянии представил и пусть он будет такого же размера как вы ни больше ни меньше то есть именно такого же как вы да вы смотрели на него вот ровно глаза были на одном уровне как вы сейчас носитесь к начальнику ну сейчас более-менее мягко это достаточный результат на данный момент чтобы так относиться к этому человеку на данный да чтобы не не перехватывала дыхание да да хорошо а если попробовать этого начальника тоже так как он сейчас слева где-то в двух метрах но немножко отдалить еще на два с половиной или на три метра тогда результаты улучшатся ну давайте попробуем да да хорошо как вы чувствуете себя сейчас по отношению к нему ну как будто он вообще где-то вдали и отношения ко мне не имеет чувство спокойствия чувство спокойствия хорошо алмаз что теперь вам нужно будет делать в дальнейшем вам нужно вот то что мы сейчас сделали это называется техника социальная панорама вам нужно будет это потренировать у вас такая внутренняя карта то есть тот человек который более статусный вы его почему-то это не важно почему представляете близко и как будто он больше вас тот человек который имеет для вас равный статус то он у вас представляется левее и на уровне такого же размера а если вы хотите еще больше нейтрально делать то вы можете его еще отдалять и теперь вам нужно поиграть в такую внутреннюю ментальную игру самим собой каждый раз когда вы видите какого-то более статусного человека вам нужно в голове у себя проделывать вот такую операцию как мы сейчас проделали то есть представлять его левее и на расстоянии от вас от двух метров а можно даже немножко дальше одновременно чтобы он был равного с вами размера и тогда если вы натренируете себя таким образом представлять других людей которых вы раньше представляли более большими и на более близком расставить на расстоянии когда у вас это вся история начнет проходить получится у вас да конечно думаю со временем если потренироваться каждый день до тренировать лучше каждый день ну хотя бы там первые дней десять просто три минуты на это уделять вы наверняка знаете тех людей перед которыми у вас начинает что-то подобное происходить там начальник кто-то еще вы просто прям можете составить себе список этих людей и всех их мысленно вот так вот подвигать там сегодня тренируете на начальнике завтра тренируете там не знаю на тещи или там не знаю на милиционере и так далее так далее вас начнет это получаться здесь главное ну если эта проблема для вас такая актуальная тут самое главное скажу по простому не забить не полениться а потренировать тогда все будет круто хорошо спасибо большое могло да 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 рад 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 помочь успехов вам спасибо за звонок спасибо до свидания до свидания